Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах выпуска. Мы вот ходим, ездим на велосипедах, на машинах. И ямы – это, наверное, самая главная проблема. Вместо подорожника приложили интернет. После сообщений волонтеров о ямах рабочие подчинили проблемные участки. Произошел пожар. Собрались пожарники. Скорая помощь. Огонь, вода и воздух в Корсаковском районе устроили противопожарные учения с вертолетом. Все зависит от эмоций, которые поступают. А эмоции поступают постоянно. Мир глазами художника. 15 апреля отмечают Всемирный день искусства. Ну, мою уточку зовут Катерина, я ее назвал. Вышли мы с ней впервые на охоту. Стрелять так стрелять на юге Сахалина стартовал сезон охоты с живой подсадной уткой. Когда даже постареешь, все равно надо за собой следить. Выполнили на отлично. Дошкольники сдали нормативы ГТО в рамках областной спартакиады. Валерий Лемаренко остался недоволен темпом ямочного ремонта дорог области. По мнению главы региона, подрядчики и муниципалитеты рискуют не успеть завершить работу в положенный срок. Особенно учитывая, что финансирование на текущий ямочный ремонт в этом году выросло в несколько раз. И деньги на устранение дорожных проблем уже выделены. Рабочие стоят, работают кое-как. Мы им платим деньги в 6 раз больше, чем обычно. То есть они просто деньги заберут в течение трех лет. У нас дороги останутся с дырками и не мытые, и не чищенные. Я хочу сказать, что мы этого не позволим сделать. Завершить ямочный ремонт на Сахалине и Курилах губернатор потребовал к июлю. Глава региона подчеркнул, терпеть некомпетентность подрядчиков, желающих легких денег, островные власти не будут. Если темпы работы в ближайшее время не вырастут, с отстающими могут разорвать контракт. В первую очередь губернатор поручил исправить дефекты в пределах населенных пунктов региона, затем переходить на загородные трассы. При этом особое внимание подрядчики должны уделять тем участкам, о которых сообщили волонтеры и жители региона с помощью сервиса «Сахалин онлайн». Тем временем дорожники приступили к ямочному ремонту самых проблемных участков Южно-Сахалинска. Рабочие оперативно отреагировали на сообщения волонтеров. Добровольцы провели рейд по городу и зафиксировали дефекты, после чего выложили информацию на «Сахалин онлайн». Все подробности далее в сюжете. Уследить за всеми проблемными участками дорожники физически не могут. А потому сигналы из интернет-приложения «Сахалин онлайн» пришлись кстати. Волонтеры молодой гвардии «Единая Россия», а также все неравнодушные граждане, размещают на портале фотофакты и дают координаты на цифровой карте. Мы вот ходим, ездим на велосипедах, на машинах. И ямы – это, наверное, самая главная проблема в нашем городе. За пять дней мы выявили около 10-15 ям. В приложении можно отследить, на каком этапе находится обращение. На подобные заявки профильные службы обязаны отреагировать в течение недели. Волонтерские бригады пошли, прошли уже около 20 улиц. На интернет-приложенную карту нанесено более 200 ям. Из них уже в работе около 100. Чтобы обратить внимание на состояние дорожного полотна, мой коллега Владимир Ильин даже посадил редис на одной из улиц. Такая ирония авиационной пошла на пользу. Яму залатали. Опа-на! Где моя редисочка? Улица Академическая тоже оказалась в зоне внимания рабочих, благодаря добровольцам. Сразу после их сообщения здесь появилась спецтехника. Участок длиной 110 метров заливают асфальтобетоном. За прошлые два дня 144 выбоины. Это 500 квадратных метров было отработано. Мы планировали сделать чуть больше, но прошедшей ночью выпали осадки, поэтому работа была приостановлена. В настоящее время погода стабилизировалась. Мы продолжаем работу по устранению ям. Платформа «Сахалин Онлайн» – отличный инструмент для координации действий волонтеров и рабочих. Она концентрирует внимание на необходимости устранить проблемы в кратчайшие сроки. А в прошлом году, благодаря работе «Островитян» и интернет-сервиса, удалось зарегистрировать несанкционированные свалки и ликвидировать большинство из них. Игорь Антипов, Андрей Андросов, телекомпания ОТВ Диалог беспосредников. Жители Тамарей задали свои вопросы первому заместителю губернатора области. Сергей Байдаков отправился в муниципалитет с рабочей поездкой, в рамках которой встретился с населением. Какие проблемы сегодня волнуют жители района и как их будут решать, расскажем далее. Привокзальная площадь в селе Ильинское Тамаринского района волнует местных жителей. Здесь много лет не делали ремонт. На территории установлен деревянный общественный туалет, который должны были убрать еще в прошлом году. Первые впечатления у гостей от муниципалитета неприятные. После этого не хочется приезжать еще раз. Это у нас, опять же, я повторюсь, турмаршрут «Южное кольцо». И там у нас на сегодняшний день стыковочные и автомобильные рейсы, которые следуют из Южно-Сахалинской и далее. И поезд железнодорожный. Поэтому здесь требуется особое внимание. Мы на себя берем проектирование для того, чтобы зайти с заявкой на ФВКГС. Объект включат в программу «Комфортная городская среда». В 2022 году территорию капитально отремонтируют. Еще одна проблема в Ильинском. Отсутствуют лестницы, нет благоустроенного доступа к домам, где проживают работники ГРЭС-2. Зимой люди уже с переломами в больнице лежали. Новые дома сейчас дают 24-этажных. Там тоже дороги нету по колено грязи. Об этих проблемах знают и областное правительство, и Тамаринская администрация. Из-за нехватки средств в бюджете ремонт дорог откладывали. Однако в этом году по поручению губернатора на содержание полотна денег выделили несколько раз больше. В этом году мы совместно с муниципалитетом будем планировать мероприятие по приведению в нормальное состояние следующей улицы, которая ведет к этим новым домам. Следующий вопрос поступил от жителей села Невадское. О доступности сотовой связи в село Невадское. Когда? Заместитель губернатора Сергей Байдаков поручил включить село в программу цифрового развития. Следующий вопрос – газификация. Тамаринцы волнуются, что их район обойдут стороной. Сейчас разрабатывается схема газификации. У нас будет проектирование непосредственно внутригородских сетей, где мы сможем на этой схеме увидеть, в какие дома зайдет газ. В 2024 году в районе построят котельную. Она будет работать на жиженом природном газе. Вдобавок запустят передвижные заправочные станции. На встрече также задали вопрос о здравоохранении, строительстве школы и детского сада в селе Пензенское. По поручению первого заместителя губернатора проблемы взяли на контроль профильные ведомства. В Сахаринской областной думе выбрали нового вице-спекера. Ранее эту должность занимал Александр Ивашов, который теперь возглавил Корсаковский район. На голосование в парламенте выдвинули одного кандидата. Им стал Виталий Гомелевский. Его поддержали 22 депутата из 24. Человек с огромным опытом. Я знаю мало людей, которые могут применить термин «рабочая лошадка». Это просто рабочая лошадь. Прекрасное знание Сахалина и его проблем. Огромный опыт работы в законотворчестве, в поправках. Есть определенный перечень вопросов, которыми занимается первый заместитель. Я их хорошо знаю. Я постараюсь самое главное сделать. Не нарушить ход динамики решения этих вопросов, чтобы они не заигались под сукном, а быстро находили решение. Виталий Гомелевский ранее был председателем комитета по социальной политике областной думы. Это место теперь займет его зам Александр Болотников. Огонь на аэродроме «Пушистый» побежден. В Корсаковском районе прошли масштабные учения пожарных частей Сахалинской области. В них приняли участие гарнизоны муниципальных образований. Совместными усилиями бойцам наземной и авиагруппировок удалось погасить очаг возгорания за считанные минуты. Анастасия Красова побывала на месте событий. Пожар начался в лесу, перешел на населенный пункт и заключил в свои огненные объятия 50 жилых домов. В них почти 500 человек. Таков сценарий заключительного дня всероссийских пожарных учений. В борьбу вступают около сотни спасателей и десятки единиц спецтехники. В данной тренировке была задействована авиация МЧС России «Вертолет Ми-8», Задачей которого была отработка элементов сброса воды с помощью водосливного устройства, а также отработка элементов десантирования в зону пожара. Кроме авиации и пожарных, в учениях задействованы также медики и сотрудники Росгвардии. Каждый из них отрабатывает свою роль в спасении людей. Яне Маликовой помогли выйти целые невредимые из эпицентра возгорания. Девушка отметила быструю и слаженную работу всех, кто принимал участие в тренировке. К нам подбежал пожарник, собрал по трое человек. Мы побежали через пожар в другую сторону. Они, получается, проходили, что-то прызгали в траву. Человек, главнокомандующий, он собрал нас, и мы все быстро побежали. В период пожароопасного сезона на Сахалине, который начинается 15 апреля, огнеборцы просят жителей быть осторожнее. Не разводить костры, не использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных для этого мест. Кроме того, мусор, траву и листву разрешено сжигать только при определенных условиях. Сжигание даже бытовых отходов будет также запрещено. Исключения, возможно, будут составлять, что это будет корректироваться, если рядом имеется емкость для тушения не менее 200 литров. А так, в целом, лучше не подтвердить опасности себя и своих соседствующих, чтобы не произошло большого пожара. Эти правила специалисты регулярно доносят до населения, чтобы легенда сегодняшних учений не стала реальностью. Ну а пока же тренировка показала, к нештатным ситуациям службы готовы на отлично. Безусловно, ландшафтные пожары присутствуют и на территории нашего города, и на территории всей Сахалинской области. Поэтому, безусловно, это очень полезное мероприятие, определенного рода тренировка для всех служб. Ну а мы, в свою очередь, принимаем все превентивные меры для того, чтобы максимально предотвратить ландшафтные пожары. Всего на борьбу с пожаром ушло 15 минут и около 7 тонн воды. Такие учения проходят регулярно. Анастасия Красова, Данил Маслов, телекомпания ОТВ 15 апреля отмечают Всемирный день изобразительного искусства. Праздник довольно молод. Его учредили в 2012 году для повышения осведомленности о деятельности творцов в разных странах. Сегодня мы представляем сахалинскую художницу Наталью Ковалевскую, мастера с многолетним стажем, педагога и представителя династии живописцев. Известная сахалинская художница Наталья Ковалевская вписывает в раму. Так на языке профессионалов изобразительного искусства называется процесс, когда картина уже почти готова. Холст одевается в оправу и нужно, чтобы изображение гармонировало с обрамлением. Вдохновение Наталья Викторовна почерпнула в поездке на остров Валаам с его древними храмами и монастырями. Вообще человека творческого может воодушевить даже рядовое событие, хотя бывают и застои. Где-то там устал, где-то чего-то замолчало в тебе, что-то там тебя отвлекло другое. Но вольно-невольно ты через некоторое время опять тебя, ты вышел, ты споткнулся, увидел муравья, увидел там чего-то еще. И опять в тебе заработало это все. И опять ты бежишь, опять ты что-то там рисуешь, что-то там произведение какое-то создается. Наталья Ковалевская преподает в детской школе искусств Южно-Сахалинска. Но и взрослых учеников тоже хватает. Вот уже 9 лет в студию к мастеру приходит Константин Гарматюк. Когда-то мужчина отучился на архитектора, сейчас занимается строительным бизнесом. Но каждую свободную минуту посвящает живописи. Сейчас работает над картиной по мотивам своих путешествий по теплым странам. Заказ жены. Ностальгия по доковидному времени. Картины, которые создаются, они остаются какие дома, какие-то дарятся друзьям. Ну, конечно, ни о какой коммерческой деятельности не приходится говорить. Все это только для души, только для удовольствия. Если человек говорит, я хочу рисовать, но не умею, значит, это наш человек, рассказывает Наталья Викторовна. Мастеру всегда интересно наблюдать за процессом становления будущего художника. От первых робких мазков до персональных выставок. Причем учится не только юное дарование, но и сам педагог. Когда они сначала, придя к нам, покупают наборчик 12 красок, масляных красок, и уже через года полтора-два, чемодане сейчас с красками, в которые там необъемные, неподъемные, можно сказать, количество тюбиков, и разнообразие великое, и они это уже с большой любовью заходят в магазины. Хочу вот это, хочу вот это. Тюбик вот такой куплю, у меня такого нет. В 2019 году Наталья Ковалевская показала сахалинцам более 50 работ на персональной выставке в областном художественном музее, которая имела большой успех у посетителей. И это ее личный вклад в общемировую историю искусства. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Островитяне не оторваны от культурной жизни России. Несмотря на отдаленность региона от столичных городов, Сахалин и Курилы на одной волне с лучшими творцами страны. О достижениях сахалинских мастеров нам сегодня рассказала искусствовед Раиса Горохова. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость в студии». Раиса Самойловна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день искусства. Я от всей души вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Если говорить о направлении изобразительного искусства, скажите, пожалуйста, как оно сегодня представлено у нас на Сахалине? У нас на Сахалине изобразительное искусство всегда было очень хорошо представлено. И я рада, что этот праздник, в общем, совпадает с многими событиями, которые связаны у нас в Сахалинской области с изобразительным искусством. Но наших художников, конечно, их не так много. Но это боевая могучая кучка, которая принимает активное участие в жизни и города, и области, и на международном, профессиональном уровне, межрегиональном уровне. И я хочу даже, так сказать, с гордостью сказать о том, что наш Союз художников объединяет 22 члена Союза художников, которые, вот, пять человек буквально недавно стали членами Союза художников. Это молодые кадры, которые будут, наверное, продвигать наше изобразительное искусство и дальше. Но становление нашего изобразительного искусства на Сахалине было связано с такими выдающимися людьми, как Гиви Михайлович Манткава, Анатолий Николаевич Ни, которые приехали на Сахалин аж в 1956 году. И благодаря их творчеству, благодаря их любви к острову, Агив Михайлович приехал вообще из Грузии, и поэтому для него Сахалин – это было какое-то откровение. И вот это все можно было проследить на развитии его творчества с самого начала и до конца жизни. Мы находимся очень далеко от центра, от столицы нашей страны. Скажите, пожалуйста, как можно восполнить этот пробел? Есть ли какие-то проекты, которые связывают нас с культурными центрами? Я могу сказать, что вот этот пробел в большей части реализует областной художественный музей, куда приезжают выставки из других регионов и из других музеев. Но я вот могу сейчас с гордостью сказать о том, что у нас в Южно-Сахалинске в 2018 году был открыт выставочный зал по улице Вокзальной 5А, это рядом с Союзом художников. И меня пригласили туда работать. И вот я придумала такой проект, чтобы День города в нашем Южно-Сахалинске был освещен и выставками художников из других регионов. И вот такая выставка прозвучала первый раз в 2019 году, куда я поехала в командировку в Москву, походила по мастерским художникам и познакомилась с художником Николаем Буртовым, заслуженным художником Российской Федерации. И он согласился приехать сюда со своей выставкой. Он пообщался и с молодыми художниками, и с нашими художниками, и проводил мастер-классы, и ездили на этюды с преподавателями детской художественной школы, с детьми. И, в общем, это был такой глоток свежего воздуха, можно сказать, где и молодые художники, и дети художественных школ подчеркнули какие-то новые отношения к искусству, новое представление о цвете, об этюдах. А если говорить о профессиональном образовании на Сахалине, где его можно получить? Ну, наше профессиональное образование, конечно, дети с самого начала. У нас, конечно, в каждом районе есть детская художественная школа, есть школы искусств, которые тоже отделение художественное есть. И вот это начальное образование получают дети, потом идут за средним образованием художественное. Они получают в колледже искусств. Там есть отделение дизайна, где преподают прекрасные эти художники. Это Дюсуньен, художник-живописец. Это Надежда Викторовна Троегубова. Он тоже прекрасный живописец. Не могу не спросить, коль мы заговорили о детках, о маленьких. Скажите, пожалуйста, как сегодня работают художественные школы и какие есть интересные детские проекты? Я очень горжусь тем, что я сейчас работаю в детской художественной школе, занимаюсь выставками. И вот самая главная выставка, можно сказать, итоговая – это «Остров фантазий», в которой принимают участие дети нашей детской художественной школы. И они, конечно, готовятся к этим. Ну и потом принимают участие в различных выставках. Вот, например, сейчас мы готовим выставку, посвященную Дню Победы, в которой будут принимать участие. И наши художники, члены Советов художников, и дети школы искусств номер 4, нашей детской художественной школы. И мы там покажем плакаты военных лет. Я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Еще раз вас поздравляю с Всемирным Днем Искусства. Желаю вам творческих успехов, всего самого доброго. До свидания. Ну, я тоже хочу вас с этим праздником поздравить, потому что телевидение – это тоже искусство. И я очень рада, что вы есть. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Это еще не все новости выпуска. Смотрите далее. Ну, мою уточку зовут Катерина, я ее назвал. Вышли мы с ней впервые на охоту. Стрелять так стрелять. На юге Сахалина стартовал сезон охоты с живой подсадной уткой. Когда даже постареешь, все равно надо за собой следить. Выполнили на отлично. Дошкольники сдали нормативы ГТО в рамках областной спартакиады. На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма, используют представителей молодежи для реализации своих преступных действий. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой, не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность. 15 апреля российские выпускники пишут итоговое сочинение, от результатов которого зависит допуск к ЕГЭ. На Сахалине и Курилах за ручки взялись почти 3000 человек, в том числе ребята с особыми возможностями здоровья и те, кто находится в местах лишения свободы. Они написали изложения с элементами сочинения на разные темы. Время выполнения работы – 3 часа 55 минут. Пять критериев – это соответствие теме, доказательность именно с приведением примеров и цитат из литературных произведений, далее логика, грамотность речи и грамотность, чтобы было написано сочинение, естественно, без ошибок. Для зачета достаточно получить соответствие трем критериям. Ребенок получает зачет. Это немножко волнительно, потому что от этого сочинения зависит допуск на ЕГЭ. Надеюсь, напишу хорошо. Те, кто не справился с заданием, еще имеют шанс на реабилитацию. Переписать сочинение можно будет 5 и 15 мая. В Сахалинских поликлиниках в тестовом режиме запустили программу «Электронный фармаколог». Платформа поможет проверить правильность назначения лекарственной терапии. С ее помощью врачи смогут более точно назначить дозировку, определить взаимодействие препаратов и исключить побочные эффекты для пациентов. Можно назначить препарат и посмотреть, есть ли какое-то токсическое действие при назначении двух препаратов одновременно. То есть мы понимаем, что два этих препарата мы должны назначить с осторожностью. Или, например, мы назначаем много препаратов и понимаем, что программа нам выдает, что препаратов превышает количество, и мы должны их уменьшить. Ежедневно электронную программу используют островные терапевты, эндокринологи, кардиологи и неврологи. Оценить новинку на первом этапе могут специалисты 4-й и 6-й поликлиник Южно-Сахалинска. Также платформой могут воспользоваться специалисты городской больницы Менкудинова, Корсаковской и Долинской ЦРБ. 15 апреля на юге Сахалина стартовал сезон охоты на самцов селезней. При этом взять ружье сейчас могут только те, кто использует живую подсадную утку. Многие любители дикой птицы на природу выехали заранее, чтобы выбрать хорошее прикормленное место. Олеся Львова пообщалась с первыми охотниками и узнала все тонкости добычи уток. Спаниель Тайсон – заядлый охотник. Не боится ни выстрелов, ни холодной воды. Уже 4 года он помогает Александру Антонову добывать пернатую дичь. В этот раз сахалинец с хвостатым другом приехали на место заранее, чтобы прикормленную точку никто не занял. По всем правилам с собой привезли живых подсадных уток. Мне понравилось именно что-то с живой. Ни с манком, ни с электронным, даже ни с духовым. И утка хорошо реагирует. Живой звук, она сама кричит, реагирует. Не то, что пластиковая. Это очень большая разница. Своего часа утки ждут в воде, пока пернатые находятся вместе и привыкают к новому месту. Перед селезнем и самкой, которым всего 3 года, стоит важная задача. На заре пернатых рассадят в разные стороны болота, чтобы они друг друга не видели. Только тогда самочка начнет зазывать селезней. Такие утки могут прослужить своему хозяину от 5 до 10 сезонов. А в арсенале Виктора Захарова только одна утка. Использовать в качестве приманки ее могут не больше трех охотников. В этот раз пернатая на охоту отправилась одна, без своего напарника. С Холиниц к птице относится как к члену семьи и даже дал ей имя. Мою уточку зовут Катерина, я ее назвал. Вышли мы с ней впервые на охоту, так как в этом году у нас охота открывается раньше, на две недели. Но есть условия постановления, чтобы охотиться только живой уткой. Это значит, что охотники, использующие резиновые чучела, пока брать в руки ружье не могут. Для них сезон стартует только 1 мая. Такие изменения внесли, чтобы не было большого скопления любителей дичи на водоемах. Есть и еще пара условий для весенней охоты. Стрелять можно только посевшей птице, чтобы случайно не попасть в самку. Ежедневно чистоту процесса контролируют охотоведы. Документы, понятно, проверяем. Ну, также смотрим добутую продукцию, чтобы не было отстрелянных самок, которые весной запрещены к отстрелу. Также, чтобы не было видов, занесенных в красные книги. Выбирать оружие тоже необходимо с умом. Весной использовать нарезной ствол запрещено. Все эти правила при получении охотничьего билета каждый должен знать наизусть. Иначе последуют серьезные штрафы. Что же касается пернатых помощников, то здесь ограничений по виду и полу нет. Главное, чтобы у птицы не было повреждений и болезней. Сезон охоты на юге Сахалина закончится 10 мая. Олиса Львова, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Нормативы ГТО в рамках областной спартакиады успешно сдали воспитанники детских садов Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Невельска, Хомска и Долинска. Прыгали в длину с места, отжимались, качали пресс. Малыши показали отменный уровень физической подготовки. В этом убедился наш корреспондент Игорь Антипов. Позади лыжные гонки. И сегодня мальчишки и девчонки из шести районов юга острова готовы продемонстрировать отменные физические данные в многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Всех разделили на несколько станций, где инструкторы принимают нормативы. Малыши всегда были старательными. С малышами всегда легче работать и малышей легче воспитывать, привоевать навыки основные. Поэтому с каждым годом, конечно, результаты улучшаются у малышей, у ребят будущих чемпионов. Сразу видно, что в районах с подрастающей сменой ведут серьезную подготовку. В тех же прыжках в длину с места дети идут с превышением на золотой знак отличия. Лучший результат 165 сантиметров, например, показывает Захар Янзин из Долинска. Надо сначала посмотреть на носки, потом раскачаться, потом прыгнуть. Смотри, я тебе покажу. Вот. Не вот так, а вот себе. Себе лучше. Нелегко даются мальчишкам и девчонкам отжимания от пола. Именно этот вид ГТО считается одним из важнейших показателей силы. Надо есть кашу и хлеб. И всегда отжиматься, чтобы быть сильным и здоровым. Солидарны с Денисом и девчонки из детсада «Аленушка» Южно-Скалинска. На гимнастической тумбе им равных нет. Гибкость 21 сантиметр, а на золото по первой ступени достаточно и 9 сантиметров. Когда даже постареешь, все равно надо за собой следить и заниматься спортом. С такими же высокими рекордами качают пресс, метают теннисные мячи. Уже 17 мая всех ждет спор в легкой атлетике. Спартакиада Дашкалят завершится турниром по японскому мини-волейболу. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что эти и другие новости вы также можете посмотреть на нашем сайте Сахалин Курила по адресу skr.su и на нашем ютуб-канале. Ну а я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok